Всем привет! Я Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это свежий выпуск настоящих новостей страйкбола. Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. В этом выпуске вы узнаете, что нового сделали Tokyo Marui и GNG, как антуражно защитить свои зубы и что там со страйкбольной версией пистолета Лебедева. И начнем с новостей от Tokyo Marui. На прошлой неделе они показали новую версию своего P90 AEG 4-го поколения, называется P90+. Основная возня новинки крутится вокруг спуска и электроники. По сути, изменения заключаются в установленном MOSFET, который улучшает реакцию на спуск и обладает базовыми функциями самодиагностики. Сам спуск там работает примерно так. Покажу для наглядности на своей аппе. Если в режиме автоматического огня полностью зажать спуск, то привод начнет стрелять непрерывным автоматическим огнем. Но если спуск нажать не до конца или нажать и отпустить, то произойдет одиночный выстрел. Чтобы все это дело не развалилось, внутри гирбокса теперь стоит усиленный поршень и шестерни с гальваническим покрытием. А чтобы это работало хорошо, в комплект к приводу положили новый аккумулятор емкостью 1500 махов на 7,4 вольта с максимальным током разряда 35C. У этого аккума есть встроенная защита от переразряда, от неправильной зарядки и от короткого замыкания. Также показали новое умное зарядное устройство для быстрой зарядки этих самых аккумуляторов со встроенной защитой от дурака. Тестер и термопакетики, ну чтобы вы не спалили этими аккумуляторами свою снарягу. А еще они показали Next Generation Recoil Shock AEG версию MP5 SD6. Наверное круто. Зато ожидаемая многими страйкбольная версия Сайги 12К так и не была показана. Очень жаль. Но вы можете попробовать загадать эту Сайгу, например, у Деда Мороза. Кстати, компания Phoenix RME уже, похоже, готовится к новогодним праздникам. На этой неделе они показали, так сказать, тизер предновогодних новинок, которые могут стать хорошим вариантом подарка. Да, это свитеры, но не с оленями, а с пушкой в обвесе. Пока мне известно, что это свитеры и что они будут в красной и зеленой расцветке. Когда эти свитеры начнут продаваться и сколько они будут стоить, пока производитель не говорит. Но если вы будете следить за новостями, уверен, что вы ничего точно не пропустите. Поэтому, если вдруг все еще не подписались на канал, то самое время подписаться. G&G Lee Enfield 4MK1, которую мы заметили в прошлом месяце, все-таки оказалась с приставкой GBBR. Это значит, что это газовая винтовка, которая работает на грингазе, а не спринговая болтовка, как многие подумали вначале. Ложа получилась пластиковая. Встроенный магазин на 10 шариков. Есть хоп-ап и, похоже, он регулируется с помощью бокового винта. Еще написано, что как-то реализована механика, при которой, когда заканчиваются шары, имитация подавателя патронов облетает вверх. Но так как пока никакого видео нет, как это точно реализовано, я пока не знаю. А резюмируя, можно сказать, что, к сожалению, вместо рабочего спринга покупатель получит не супер антуражный газовый карабин в пластике. Что, в общем-то, печально. Сразу после анонса ARP 9.2.0, G&G решили срочно анонсировать ARP 9.3.0. В этой версии упор, похоже, сделан на большую компактность и облегчение. Ствол и цевьё еще короче, чем были. Приклад как у MSX9 и, похоже, небольшой аккумулятор располагается под тыльником приклада. Соответственно, на какой-то емкий аккумулятор рассчитывать, разумеется, не приходится. В комплекте есть укороченный механический магазин на 68 шариков. Сразу отвечая на вопрос, все это дело можно начинать просить привезти официального представителя G&G в России магазин Airsoft Store. Кстати, к ним на прошлой неделе приехала большая поставка от СХС, Гардер и внезапно RedWolf Airsoft. СХС, как обычно, это в основном самые востребованные запчасти. Моторы, стволики, шестерни, поршни, цилиндры, нозлы, втулки, пружинки и так далее. В общем, мастерские без запчастей в межсезонье точно не останутся. Из Гардера ожидаемо приехали пружины для АЕК и болтовок, тяговые моторы, резинки хопапа и наборы тюнинга. А с RedWolf приехали, камеры хопапа отправин и достаточно редкие магазины на грингазе для глоков, берет и кольтов от KG Works. Ссылки на все это я оставил в описании. Arcturus в это время, похоже, готовит линейку облегченных эмок со скелетным ресивером. Все, как вы любите, куча вырезов, в которые непременно должен забиться песок, но произойдет это, конечно, только если привод будет использоваться не по назначению на улице. А так, это база для CQB, спидсофта и других направлений паркетного страйкбола. А из интересного, внутри будет сплит-гирбокс второй версии. Заявленный механический предзвод пружины, чувствительный спуск, сильный мотор и скорострельность больше 1200 выстрелов в минуту. Что самое дорогое в страйкболе? Правильно, зубы. Так вот, российская мастерская Mouse Custom начали делать компактную защиту зубов для страйкбола, которая при этом не портит антураж. Да, идея не новая, и те, кто заморочен и реконструкцией, и своими зубами одновременно, так уже давно делают. А если конкретней, то вырезают из обычной маски сетки небольшой кусок и прячут в балаклаве. Mouse Custom просто сделали готовый вариант для тех, кто не хочет сам морочиться и просто хочет купить готовый продукт. Называется, кстати, эта штука страйкбольная капа и ценник всего 500 рублей за штуку. В E засветили пару новинок. Это газовые страйкбольные пистолеты F17 V2 и F18 V2. Из-за футуристичного дизайна рамки может показаться, что это очередная фантазия конструкторов из VE, но нет. У этих моделей есть реальные огнестрельные прототипы. А именно, пистолеты WCP-320 и WCP-320 Carry построены на основе P320 в результате коллаборации компаний Zygzaur и Wilson Combat. Когда начнутся продажи этих страйкбольных версий и сколько они будут стоить, информации пока нет. В магазин Strikeball Sport приехала большая поставка различного обвеса и аксессуаров от фирмы Watson. Это элементарно Watson. Например, приехали довольно детальные реплики известных оружейных фонарей, модулей LSU и тактических блоков. И для пистолетов, и для автоматов. Ну, например, PEC-15 или L3 NGAL. Также приехали фонари, которые крепятся на шлем и различные опознавательные маячки, которые в реальности нужны для подачи сигналов и опознавания свой-чужой. А в Strikeball обычно используется как красный фонарь для обозначения условно-мертвого. Для крепления прицелов и аксессуаров на оружие приехали различные маунты и повышающие планки. Например, есть серия обвеса Unity и Daniel Defense. А еще есть модный маунт Гидро от ГБРС, на который можно посадить одновременно и тактический блок, и прицел. Со всем этим обвесом можно круто прокачать функционал и внешний вид ваших игрушек. Самостоятельно покопаться в каталоге можно по ссылке в описании. А еще, кстати, к спортам приехала большая поставка шаров, ознакомых всем Aimpoint. Ссылку я тоже оставил. Олды наверняка помнят, что в 2017 году мы как-то сделали собственное крепление для экшн-камер формата GoPro на стандартный шлем. И вот, спустя 5 лет в свете последних событий нас стали периодически спрашивать, можно ли у нас купить такое крепление. Ответ точно такой же, как был несколько лет назад. Купить нельзя, но вы можете абсолютно бесплатно скачать 3D-модель, которую мы выложили в открытый доступ, и напечатать крепление на любом доступном вам 3D-принтере. Это крепление встает на любой стандартный маунт для ПНВ от UpsCore, TeamWendy и так далее. Отдельно отвечу, что на стандартное крепление прибора ночного видения на шлем 6B47 наше крепление тоже встает. Если очень хочется подробнее про это крепление, можно посмотреть в моем обзоре от 2017 года, он есть на этом канале. Еще, как оказалось, с помощью этого крепления на рот крепит не только камеры, но и тепловизионные монокуляры. Правда, для этого нужен еще какой-то дополнительный переходник. Ссылку на 3D-модель нашего крепления я оставил в описании. Можете поставить лайк. В это время SRC выпустила новую страйкбольную Beretta 92 и несколько аксессуаров для нее. Пистолет выпускается в двух вариантах. SR-92 с рамкой без рельсы для доп. оборудования и в версии SR-92A1 с рельсой на рамке. Обе модели работают от CO2-магазинов на 23 шарика. Есть автоматический огонь. Из аксессуаров SRC выпустили увеличенный магазин на 36 шариков, удлиненный внутренний стволик с внешним стволом и имитацией глушителя и целый карабин-кит. В это время компания Lambda Defense работает над страйкбольной AEC-версией EBR под магазины Ruger 1022. Видно, что большая часть деталей выполнена из алюминия на ЧПУ. А это значит, что стоит все это дело будет очень немалых денег. А кому нужна страйкбольная версия EBR с магазинами 1022, вопрос, конечно, открытый. Gate Enterprise, известная как производитель электроники для AEC, запустила предзаказ на свою новую камеру хоп-апа М4 серии. Называется EON Hop-Up. В новинке реализована 3DC-система давилки, то есть давит строго вертикально. Сама камера, выполненная из алюминия на ЧПУ станке, обещает высокую точность изготовления. Ценник по предзаказу 52 евро, что на наши деньги сейчас примерно 2700 рублей. Мастерская LENIN SOLUTION планирует выпуск уже готовых магазинов-адаптеров, позволяющих питать ваш газовый ГЛОК или АПУ с сжатым воздухом и магазинами от М4. Ну, чтобы вы могли из своего пистолета унижать автоматчиков. Такие адаптеры не новость, но обычно они продаются отдельно и вам приходится самостоятельно их устанавливать на магазин. Готовая сборка от LENIN SOLUTION из адаптера на основе магазина от WE стоит 9000 рублей. Я так понимаю, сейчас прямо можно ее взять и купить. Тайваньская компания Kizuna Works показала страйкбольную ГББ-версию пистолета Лебедева PL-15K с рамкой в песочной расцветке. Напомню, что анонс первой в мире страйкбольной версии PL-15K состоялся в начале этого лета. Тогда анонсировали только черную версию, которая, кстати, уже продается в Азии примерно за 9000 рублей на наши деньги. А магазин к ней там стоит около 2000 рублей. Когда этот пистолет уже привезут в Россию и сколько он будет стоить у нас, мне пока неизвестно. Но уверен, что желающих получить страйкбольный PL будет очень немало. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать новости в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх. С вами был Евгеньевич. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok